рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео я вам предлагаю связать вот такие вот замечательные simple dimple которые сейчас набирают популярность среди молодежи и в качестве брелочка либо же на подарок на рюкзачок вот либо же на ключи связать вот такой замечательный simple dimple занимает он по времени очень мало и в итоге прицепив на вот такие вот кружочки может послужить как брелком на ключи так и на рюкзачок и точно так же как и пластиковые simple dimple они выгинаются вот поэтому вот такой интересный мини антистресс получится в итоге кому понравилось интересно присоединяйтесь вяжем с вами вместе для вязания нам понадобится три цвета пряжи это для обязывания белый и два цветных цвета любые на ваше усмотрение для пупырок у меня это чистый хлопок от фирмы alize серия называется bella под данную пряжу я буду использовать крючок 175 также нам понадобятся ножнички и иголочка вы же можете использовать любые абсолютно остаточки которые у вас есть наличие в зависимости от толщины разные либо одинаково если будет пряжа то соответственно будет и варьироваться диаметр самих вот этих вот пупырок кружочков для начала делаем кольцо амигуруми для этого обхватываем рабочей ниточкой наш указательный палец далее закрепляемся вводим крючком под колечко выводим петлю и еще раз пропускаем сквозь нее рабочую ниточку так мы закрепили кольцо амигуруми далее в кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида ныряем в колечко и провязываем 1 столбик без накида 2 столбик без накида 3 4 5 и 6 придерживаем крайнюю петлю на крючке и стягиваем колечко за короткий краешек ниточки у нас получилось вот такое кольцо далее мы ныряем под первый провязанный столбик предыдущего ряда сюда провязываем первый столбик без накида и в эту же петлю ныряем и снова же провязываем второй столбик без накида так мы сделали в первую петлю предыдущего ряда столбика прибавление провязав 2 столбика следующую петлю повторяем прибавление 2 столбика без накида 1 столбик сюда же 2 снова в следующую петлю провязываем прибавление 1 столбик сюда же 2 так я провязала 3 раза и еще 3 раза повторим 1 столбик сюда же 2 в четвертую петлю 1 столбик сюда же 2 в пятую петлю и 1 столбик сюда же 2 в шестую петлю каждый столбик провязаны в предыдущем ряду мы в следующем ряду сделали прибавление поэтому в конце второго ряда у нас сейчас провязано 12 столбиков без накида далее я предлагаю вам взять ниточку контрастного цвета в данном случае у меня это белая и поставить отметим начало ряда вот таким вот образом чтобы вы не запутались просто при вязании следующего ряда первую петельку мы провязываем 1 столбик без накида далее во вторую петлю провязываем прибавление то есть два столбика в одну петлю и так повторим до конца ряда то есть всего шесть раз первую петлю столбик во вторую петлю 2 столбика далее снова в первую петлю столбик во вторую петлю 2 столбика то есть каждую четную петлю делаем прибавление провязывая по два столбика снова столбик два столбика следующую петлю столбик два столбика в следующую и снова столбик и следующую петлю последнюю петлю ряда делаем последнюю шестую прибавку 2 столбика в конце третьего ряда по кругу у нас провязано вместе с прибавлениями 18 столбиков без накида можете пересчитать далее переносим ниточку вытаскиваем ниточку контрастного цвета и переносим начало четвертого ряда в четвертом ряду мы прибавим снова 6 прибавлений но чтобы у нас не получилось никаких клиниев на пупырышки то я немножко сделаю прибавление со смещением поэтому в первую петлю провязываем 1 столбик без накида во вторую петлю провязываем прибавление 2 столбика без накида 1 столбик и сюда же второй далее в следующую петлю провязываем столбик в четвертую петлю также столбик а в пятую петлю делаем прибавление 2 столбика то есть от начала ряда мы провязали с вами столбик прибавление 2 столбика прибавления и 2 столбика прибавления чередуем до конца этого ряда столбик следующую петлю второй столбик и в каждую третью петлю ряда прибавления 2 столбика снова столбик 1 столбик второй раз и прибавление 2 столбика столбик 1 следующую петлю столбик второй раз следующую и прибавление 1 столбик и сюда же второй столбик снова столбик 1 следующую петлю столбик второй раз и прибавление 2 столбика в одну петлю это у нас шестое прибавление в ряду поэтому в следующую петлю просто довязываем 1 столбик в начале ряда у нас был один столбик и в конце ряда то есть между прибавлениями 2 столбика без накида далее что мы делаем мы вытаскиваем вот этот маркер наш условный ниточку и вводим в следующую петельку вот таким вот образом вытаскивая полупетлю то есть рабочую ниточку верхушечку столбика без накида мы довязываем уже ниточкой белого цвета которой я буду обвязывать наш simple dimple и далее продолжаю в каждую петлю провязывать просто по столбику без накида белым цветом без каких-либо прибавлений и изменений вот таким вот образом то есть провязанных наши 24 столбика без накида в предыдущем ряду прибавления мы без изменения провяжем каждую петлю в каждый столбик предыдущего ряда по столбику в этом ряду вот так и просто просто обвяжем ниточкой белого цвета вот так конце ряда довязываем последний столбик и делаем соединительный столбик под первую петельку вот так далее вытаскиваем ниточку и я отрезаю хвостик немножечко подлиннее именно на одной из пупырок вот так далее я отрезаю вот эту цветную ниточку которая была у нас когда мы сменили цвет на другой и завязывая просто узелочек вместе с белой ниточкой которой мы стали связывать пупырку вот таким вот самым простым узелком вот вот эту ниточку мы отрезаем внутреннюю с которой мы начинали вязать не спешите отрезать она нам еще будет нужно вот это центральная не отрезаем и когда мы вытащили ниточку рабочую отрезали хвостик то мы поворачиваем на изнаночную сторону и вытаскиваем ее сквозь петлю вот так у нас получился замкнутый круг красивая вот такая пупырка и таких нам нужно связать две штучки одного цвета и две штучки второго цвета вот у нас провязанные 4 цветных пупырки 2 одного цвета и 2 второго цвета я оставляла при вязании одной пупырки неважно какого цвета абсолютно вот такой небольшой хвостик белой ниточки а когда довязывала последнюю не отрезала хвостик а он у меня идет к матку то есть когда вязала обвязку белым цветом у меня ниточка не отрезанная вот вы постарайтесь делать точно также для того чтобы просто потом не делать лишнее присоединение если вы уже отрезали хвостики то соответственно просто присоедините берем пупырку одного цвета и такого же точно складываем внутренними сторонами друг другу то есть получается у нас внешне с одной и с другой стороны вот так далее находим хвостик там где мы делали соединительный столбик белой белым цветом ниточку и складываем вот так вот друг дружке вводим крючок максимально ближе к этой ниточки соединительного столбика то есть вот вот здесь где-нибудь я в виду и на крючок получается складываем друг дружке вот так два кружочка и будем обвязывать столбиками без накида то есть я ввожу рабочую нить далее делаю как бы закрепительную петлю или петлю подъема как вам проще будет понимать и далее провязываю в каждую петлю по одному столбику но за 2 стенки вот смотрите за 2 полу петельки каждой стенки кружочка вот так столбик без накида провязала далее в следующую петлю здесь и следующую петлю с другой стороны кружочка 2 провязываю снова столбик без накида провязав несколько столбиков без накида я для удобства сейчас вот эти ниточки которые я вам говорила по центру не спешите отрезать я сейчас и завяжу чтобы у меня пупырка по ходу скажем так ее ну скажем так выгинания вот она не расходилась то есть я вот эти две ниточки максимально к друг дружке присоединяю обычным узелком и после этого отрезаю ниточку для того чтобы она мне просто не мешала по ходу обвязывания и соответственно спрячу хвостики ниточек они мне уже здесь не нужны то есть мы вот этими хвостиками просто соединили два кружочка вот так далее я обвязываю продолжаю столбиками без накида по окружности вводя в одну и во вторую стеночку двух вот этих кружочков по очереди и что у меня получается смотрите получается я обвязываю вот столбиками без накида и с одной и с другой стороны у меня получается все достаточно красиво если у вас где-то торчат ниточки вы просто при обвязывании их спрячете вовнутрь ну либо же при сшивании внутренней части сейчас мы до этого дойдем вот а пока обвязываем по окружности желательно обвязывайте потуже для того чтобы у вас красиво и ровненько выглядели края вот этого симпла продолжаем обвязывать столбиками без накида пока не дойдете где-то до вот этого момента то есть здесь вот по окружности я не довязала буквально пару столбиков без накида вот он мой промежуточек сейчас я убираю в сторону свое вязание и беру вот эти две пупырки уже второго цвета точно так же я прячу хвостики вот я завязала узелочком как и в первый раз складываю внутренними сторонами друг дружки хотите можете уже сейчас завязать мне сейчас не очень будет удобно поэтому я складываю вот так вот ниточки ниточки и вдеваю крючок вот как бы продолжая обвязывать сейчас я буду обвязывать вот таким вот образом перейду на второй кружочек как я это делаю смотрите беру ввожу крючок точно также максимально ближе вот концу ряда вот так с одной стороны кружочка и с другой стороны 2 кружочка продеваю рабочую нить сквозь две стеночки и максимально затягивая провязываю первый столбик без накида уже получается на втором кружочке вот так далее в следующую петлю ввожу крючок в одной стеночке кружочка и во второй и провязывая второй столбик без накида и так я продолжаю обвязывать столбик без накида по окружности уже второго кружочка вот этого своего условно говоря зелененького сейчас данный момент и обвязываю столбики без накида до тех пор пока не дойду до центра этого второго кружочка то сейчас я довязываю еще один столбик буквально для удобства я снова завяжу вот на этом моменте внутренние ниточки на узелок как я это делала с синим цветом отрежу хвостики для того чтобы их вязать было сейчас на данном этапе удобно и далее продолжу обвязывать вот так спрятали и дальше я ввожу крючок вот она у меня осталась ниточка 1 длинненькая для того чтобы сшить центр а пока я продолжаю обвязывать уже можно складывать две вместе как вам удобно вот внешние стороны посмотрите у нас снаружи остались и вот пока не дойду до центра второй пупырки вот я дошла до центра 2 пупырки теперь я набираю 3 воздушные петли после провязанного столбика просто подымаюсь как бы на 3 воздушные петли и продолжаю обвязывать столбиками без накида со следующей петельки и вот эти три петли у меня послужат петелькой для того чтобы подцепить на какой-нибудь брелочек либо же на кольцо с ключей в общем на что вы будете цеплять либо куда вы будете цеплять вот это вы уже решаете сами можете связать вот эту петельку не 3 воздушные петли а повыше то есть насколько вы хотите чтобы было она брелкообразная я допустим сюда буду продевать колечко с ключей